200 лет прошло со дня рождения известного дагестанского поэта Амарла Батырая. Он по праву считается отцом даргинской поэзии. Его стихи посвящены мужеству горцев и любви к прекрасной горянке. Как отметили двухвековой юбилей, поэта расскажет Любава Маслова. Большой зал русского театра полон поклонников творчества великого поэта. Жизнь его состояла из невзгод и лишений, а произведения насыщены подвигами и любовью. Жизнь поэта была тяжелой. Он терпел нужду и лишения, подвергался гонениям, но не измерял своему поэтическому слову, чем слискал любовь и уважение своих земляков, обеспечил свою творческую бессмертность. О том, что творчество Амарла Батырая бессмертно, говорят постановки на его произведения. Коллектив Даргинского театра, который носит его имя, подготовил восторженным зрителям лучшие свои работы. Украсили представления народные танцы и национальные песни. Батырай был поистине народным певцом, исполнял песни о нелегкой жизни простого народа. Его правдивые стихи были не по душе старейшинам села. За каждое их исполнение талантливый певец должен был отдать одного быка. Своего рода штраф. Средств на его покупку у Батырая не было. И тогда на помощь приходили обычные люди. Всем миром они выплачивали штраф. А все для того, чтобы Амарла Батырай продолжал творить. Вместе подидая полны свободы и мужества, воли и полета, любви и силы, вечность и величие, и смерть и славы. Они, рожденные в горах, хотят из себя силу горского духа, тагестанской неповторимости и большей человеческой мудрости. Именно эту мудрость познают дагестанские школьники. Творчество основателя дарвинской поэзии, так называют Амарла Батырая, изучают на уроках дагестанской литературы. Батырая не писал длинных поэм. Его стихи – это четырех или восьми стишья, наполненные глубоким смыслом. Мы все с детских лет знали Батырая. Он – основа нашей культуры, нашей литературы. Человек, который отразил свое время в полном смысле слова. Очень приятно, что все сплотились, весь дагестанский народ, что зал полон и все отмечают этот праздник. Поэзия Амарла Батырая бессмертна. С каждым годом число ее поклонников увеличивается, а актуальность не теряется даже спустя две сотни лет. Любава Маслова, Ибрагим Магомедов. Время новостей. Продолжение следует...